Всем привет-привет, мои дорогие! Доброго времени суток! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream! Сегодня делаю для вас ежедневный традиционный расклад «Карта дня». Смотреть будем 12 марта 2021 года. И давайте посмотрим, какие энергии в этот период будут отыгрываться в нашей жизни. Соответственно, вы получите очень важные подсказки от Вселенной, от высших сил, для того, чтобы гармонизировать события этого периода в вашей жизни. Там, где нужно подстелить соломки. В общем, предупрежден, значит вооружен. Помните, что карты Таро никогда не дают нам фатальной информации, вы все вольны изменить, а карты Таро – это лишь инструмент для мудрых подсказок, для того, чтобы мы стали мудрее, лучше познали себя и окружающий мир. Я буду использовать для сигнификации энергии дня колоду Кипер и обязательно возьмем по личному посланию для каждого варианта из ангельской доброй колоды «Ангелы всегда рядом». Четыре варианта, как обычно. Первый, второй, третий, четвертый. Зеленая, белая, желтая, синяя сердечко и колода Кипер. Пожалуйста, задумывайте ваш вариант. Всегда полагайтесь на свою интуицию. То, что первое пришло в голову, то и выбирайте. Я напоминаю, что по вопросам обучения обращайтесь, пожалуйста, на WhatsApp, пишите большими буквами сообщения и обучения. Я обязательно с вами свяжусь. В том случае, если вам нравятся мои энергетики, мои трактовки. И огромное вам спасибо за поддержку канала, за ваши донаты, за ваши лайки, за ваши комментарии, за спонсирование моего канала. Дай бог вам миллион раз больше, мои дорогие, так есть и так будет. Низкий вам поклон. Первый вариант, второй, третий и четвертый. И давайте возьмем еще по посланию от ангелов из ангельской колоды. Для того, чтобы получить поддержку от высших сил. Это всегда очень мудрые, добрые послания, которые укрепляют нашу веру в себе и дают нам очень позитивный, нужный нам энергетический посыл, энергетическую поддержку. Я надеюсь, вы уже определились с вашим выбором. Если нет, то, пожалуйста, ставьте видео на паузу. Определяйтесь, и мы будем начинать. Итак, зеленое сердечко. Первый вариант. О, смотрите, какой шикарный абсолютно аркан вам вышел. Единички, я прям рада за вас. Это аркан какого-то шанса, который вам даст судьба. Возможно, невозможно, а точно что-то такое отыграется в вашей жизни. Либо вы получите подарок. То есть вы можете получить как подарок с небес в виде шанса, какого-то очень драгоценного, важного. Просто узнайте его и примите. Либо вы в буквальном смысле получите подарок, а либо какую-то материальную выплату, материальную выгоду, в принципе. Может быть, зарплату, может быть, премию, может быть, найдете деньги, выиграете. Либо кто-то вам что-то подарит. В общем, здесь может отыграться как материальная энергетика, так и шанс от судьбы. Если это будет шанс, который дарует вам судьба, пожалуйста, не упустите. Узнайте его и примите этот шанс. Так, теперь давайте смотреть послание от высших сил для первого варианта. Мы излечим твои раны. Нет такой раны, которую мы не могли бы залечить. Конечно. Просто обращайтесь к высшим силам. Общайтесь с ними. Доверяйте свои невзгоды. Доверяйте свои сомнения. Свои переживания. Свои какие-то даже страдания. Свои комплексы. Свои блоки. Обо всем рассказывайте высшим силам. Они обязательно помогут. И также любая душевная рана, конечно, будет исцелена, когда вы общаетесь напрямую с Господом Богом, с высшими силами. Для этого не нужно даже ходить в храм. Нужно, конечно, если вас тянет в храм. Обязательно идите. Это замечательно. Это места потоков энергии светлых, красивых, позитивных. Но вы можете легко общаться с Богом каждый день просто в своей комнате. Открыли глаза, помолились, поблагодарили, попросили о поддержке. Подошли к окну, посмотрели в небо и туда отправили свой посыл, свои слова, любви, благодарности, просьбы. И вы будете услышаны всегда. Второй вариант. Белое сердечко. Вы можете получить какое-то известие, которое может вас заставить волнение вызвать вашим сердцем. Здесь не обязательно беспокойство, а именно волнение. Волнение это может быть во многих отношениях. Может быть, вы ждете давно какого-то известия, и вдруг вы его сегодня получаете. И, естественно, это вызывает у вас либо легкое волнение, либо прям серьезное какое-то волнение. Но в любом случае это некие новости, которые заставят ваше сердце трепетать. Я желаю, чтобы эти новости были только позитивного, положительного какого-то окраса значения. Но то, что ваше сердце затрепещет от чего-то, это да. Либо это просто имеется в виду, что какое-то известие, какое-то событие, либо неожиданное, либо долгожданное, но наконец-то оно свершится именно сегодня. И именно от этого ваше сердце может затрепетать. Может быть, вполне возможно, вы получите сообщение и от любимого человека здесь может такое быть. Долго ждали, может быть, в расставании, в разлуке, и тут вдруг бах, и получаете известие. Затрепещет ли ваше сердце? Конечно. Но, в общем, я надеюсь, вы поняли эту энергетику. Теперь давайте посмотрим. Послание от ангелов для второго варианта. Мы любим тебя. Мы видим твои истинные таланты, мудрость и красоту. И любим тебя таким, какой ты есть на самом деле. Какое замечательное послание для вас. Второй, извините, вариант. Это послание, которое вам еще и еще раз говорит о том, что Бог любит нас. Высшие силы всегда рядом. И вы в любой момент можете обратиться к ним. Они помогут вам, и они вас окутают своей любовью. Господь всегда рядом. Он всегда вас слышит. И Он вас любит. Каждого из нас. И это бесконечная любовь. Итак, третий вариант. Желтое сердечко. Здесь интересно. У нас и первый вариант. Вышел какой-то подарок. А здесь вообще на вас может прям как, я не знаю, с небес свалиться какая-то удача, либо подарок, либо хоть до того, что даже богатство какое-то. В общем, что-то неожиданное должно произойти, может произойти по третьему варианту. Не забывайте о том, что расклады, во-первых, общие, во-вторых, не нужно себя программировать. Здесь идут подсказки. Как одна из энергий, это вот такая энергия, что вам прям с небес на голову может что-то свалиться. Здесь как рулетка. Даже вот знаете, большая энергетика такая, что вы как будто выиграете в рулетку. Какой-то выигрыш будет ваш. В чем-то вы выиграете. Здесь могут быть и материальные блага. Может быть, какой-то шанс вам прям упадет в хорошем смысле слова на вашу голову с небес. А может быть, просто в какой-то ситуации вы именно выиграете. У вас что-то получится. То есть вы будете победителем. Вы будете с выигрышем на руках. И здесь не обязательно, как я уже сказала, вам материальные вещи. Здесь в широком понимании этого слова в чем-то вы останетесь в выигрыше. Будете выигрышем. И давайте посмотрим ваше послание от высших сил. Мы очистим твои мысли. Такие красивые арканы. Посмотрите, девушка, какая красивая здесь. Если в твою душу закрались недобрые мысли, такие как зависть, беспокойство или обида, ты непременно почувствуешь боль. Попроси нас о том, чтобы впредь тебя навещали только чистые мысли. А ведь надо помнить всегда, что реальность мы творим нашими мыслями. И чем чище, позитивнее, светлее наши мысли, тем красивее, позитивнее, светлее реальность вокруг нас. И это послание именно для вас. Третий вариант. Четвертый вариант. Синенькое сердечко. Поэтому, Аркан, у вас судьба, у вас жизнь сегодня, события вашей жизни могут столкнуть вообще с какими-то либо официальными органами, чиновничьими какими-то делами. Ну уж не знаю, может быть пойдете в налоговую, может быть там для чего-то вам надо будет в какое-то учреждение сходить. Это могут быть и учреждения государственные всевозможные, и школы, и институты, и ЗАГСы, и поликлиники в том числе. Но, в общем, такое место, где вы будете иметь контакт с какой-то официальной персоной. Это тоже в широком понимании, естественно, тут у каждого отыграется по-своему. Но вам показывают вот такую энергетику. Либо, возможно, у вас назреет такой контакт, какая-то ситуация сложится в вашей жизни, которая вас подвигнет на то, чтобы вы обратились в такое учреждение, либо к такому человеку. Может быть, вам нужна помощь специалиста какого-то в какой-то сфере вашей жизни. Ну уж не знаю, кому-то нужен врач, кому-то психолог, кому-то маникюрист, кому-то парикмахер, кому-то массажист, кому-то учитель, кому-то юрист, риэлтор и так далее. Ну, в общем, какой-то специалист, и, возможно, назреет у вас действительно необходимость к такому человеку обратиться, либо какая-то возникнет ситуация. Мы явимся немедленно. Это ваше послание от ангелов для четвертого варианта. Если ты искренен в своей просьбе о помощи, мы явимся тебе прежде, чем ты закончишь молиться. Помните о том, что когда вы искренне чего-то хотите, по-настоящему, очень искренне молитесь и просите, вам всегда это дают. Возможно, не в том виде, не совсем в том виде, как вы просите, потому что небеса нам всегда дают тот вариант, который лучше для нас, который делает нас мудрее, делает нас сильнее. И в итоге вы понимаете, что да, именно это было правильным. Но то, что вас всегда слышат небеса и делают для вас нечто по-настоящему важное даже раньше, чем вы закончите молиться, это да, это действует для всех нас. Просто нужно просить и доверять. Вот такой получился расклад сегодня. Отличный, замечательный по энергетике расклад. Очень рада, что вы были со мной сегодня. Благодарю за то, что досмотрели до конца. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за теплые комментарии под моим видео. Если еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, люблю и напоминаю, что нашу реальность мы строим своими руками, своими мыслями и своими действиями. Чем позитивнее ваши мысли и светлее, добрее ваши действия, тем лучше, светлее, счастливее реальность вокруг нас. Всех вам благ, мои дорогие, защиты покорительствующих сил. Пока-пока, до завтра.